Вечна ирославна наша вера, православна. Война Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Многие люди колеблются, ходить в Московскую Патриархию или не ходить. И сейчас стали многие, те люди, которые даже и перестали ходить в Московскую Патриархию, снова стали ходить. Мол, якобы еще время, еще можно ходить. Ну и до каких пор вы будете ходить туда? До каких пор? Когда Антихрист воцарится? Или когда будет воцеление Антихриста? И там, где будет на воцелении Антихриста присутствовать Патриарх Кирилл? И увидит, что у него на пальцах когти. И скажет, о, так это же Антихрист. Его убьют. До тех пор? Как можно ходить к священникам, которые имеют документы? Которые имеют пластиковые карточки? Которые имеют номерки на своих храмах? Которые поминают безбожную власть? Которые поминают Патриарх Кирилла? Ну как можно ходить? Был такой случай, что в 2003 году на торжествах Гудевеева по случаю 100-летия прославления преподобного Серафима Осровского произошел уникальный случай. Приехал священник из Мурманска и рассказывал, у него на приходе принесли отпевать младенца, мальчика 5-6 лет. Когда батюшка закончил опевание и собирался вложить разрешительную молитву, мальчик открыл глазки, взялся за руку священника, сел в гробик и стал говорить во всевослышание младенческим голосом, а народа было много. Боженька меня не принимает. Вернул меня, чтобы сказать сегодня всем, и чтобы вы всем-всем говорили, что когда молятся православные священники за безбожную власть, то Иисус Христос вставался у своего трона и поворачивался спиной к ним. Он не хочет слушать их молитвы за власть, которая его распяла и добивает христиан. Младенец целую неделю за этим рассказывал, что Боженька его не принимает, и чтобы они прекратили молиться на безбожную власть. «Смотрите, батюшки, — говорил он, — чтобы Боженька на вас не прогневался, вы перестали поминать, кто вам дал право сменить в прощении за царем, и сами вы поставили эту власть, которая убила царя и распяла Иисуса Христа. «И теперь она все господствует, а вы за нее молитесь. Говорите, говорите всем людям, чтобы никто ничего не принимал, и чтобы они молились за безбожную власть. Боженька вот так сказал». «Потом мальчик прощался со семьей и уснул до суда». «Господь разумляет и показывает, что нельзя молиться». Но наше маловерие, малодушие превыше бывают таких вразумлений. Одна раба Божья говорила, что был такой случай, один священник вычитывал одного бесноватого человека. И стал говорить бесу «выходи». А бес говорит «не, не выйду». Он говорит «выходи». Бес опять «не, не выйду». «Почему не выйдешь?» «Потому что ты поминаешь Патриарха Кирилла». Сейчас такое время исповедничества. Сейчас крест у священника непростой. И если он действительно хочет подложить Богу, то он должен перестать поминать Патриарха Кирилла. Перестать поминать эту безбожную власть и начать поминать царя, грядущего царя. Все царя ждут. Ждут и знают, что он будет, но никто за него не молится. Почти что никто. Но как? Как можно ждать царя и за него не молиться? Не вынимать частичку? Не молиться на проскомиде, на прошение не вставлять, на их тягнях, на входах? А все его ждут. Надо молиться не только священникам, так же и мирянам. В своих утренних, вечерних молитвах, акафистах, канонах вставлять в первую очередь от грядущего благоверного царя, а только потом уже всех остальных. Старцы говорили, что придет время и на короткое время в храмы будут еретические, и ходить в них нельзя будет. В это время настало. Время исповедничества настало. Короткое время нам нужно потерпеть. У кого есть просворки, святая вода, вкушайте по утрам. Молитесь. А там уже Бог даст, царь придет, и уже будет больше священников. И уже будет больше возможностей исповедаться, причащаться. А до тех пор, пока царя нет, вы ищите непоминающих священников. И у них исповедуйтесь и причащайтесь. Молитесь святым угодником Божиим. Заступником. Мученику Игоря. Да, он святой. Как-то был такой случай, что я совершал проскомедию, и меня позвала одна раба Божия. А у нее иконка замиротворчила Игоря Тарькова. Я ее поставил на престол. А как раз был именно тот день его памяти. Мученик Игорь нам показывал, что он с нами. Есть немножко мира его. Молитесь я преподобному Василию Тульскому. Заступнику, угоднику Божию. Мученику Евгению, Отраку Вячеславу. Берите камушки его. Наставивайте на водички и пейте. Многие люди получают исцеление. А также я сам лично видел тех людей, которые получили исцеление у него. Особенно часто он помогает тем людям, которые проблемы с глазами. Также не забывайте других святых угодников Божиих. Николая Чудотворца, великомученицу Варвару, преподобного Великого Ануфрия, который имеет огромнейшую власть у Бога. Перед Богом. Был такой случай, что была у одной рабы Божьей это ночью пришла Матерь Божия. И я долго ее упрашивал, мол, скажи мне, что она тебе говорила? И она сказала, что Матерь Божия такая красивая, такая огромнейшая благодать была от нее. Она пришла с двумя девицами. И она сказала, что в последние времена люди должны это будут спасаться смирением. Смиряться. Никого не осуждать. Особенно священников, каким он ни был. читать Богородичное правило, что Матерь Божия обязательно им поможет. Также, чтобы читали Акафист Николая Чудотворца, молились ему, так как он имеет огромнейшую милость Божия у Бога. Нам нужно молиться постоянно. День и ночь. И Господь обязательно поможет. Поможет и не оставит. Но если мы будем все время проводить за компьютером из каких-нибудь пророчеств постоянных. А где там? А что там? Какие там действия? Какие там катаклизмы? А какие там новости? Вместо того, чтобы молиться, то как можно спастись? Сейчас нам Господь дает такие времена последние. Каждый из нас находится в последнем своем роде. И если мы не будем молиться за себя и за свой род, то кто поможет нашему роду, как не мы? Давайте будем выполнять правила схеменахини Антонио. Ведь в нашем роду столько много убиенных младенцев в очереди. Кто, как не мы, можем им помочь. А ведь эти грехи тяжкие ложатся не только на тех, кто их совершил, а также на весь наш род. И зачастую, чтобы помочь детям своим, внукам, стоит просто выполнить это правило. Выполнить правило, чтобы Господь почистил, избавил от этих тяжких грехов. И потом смотришь, дети начинают изменяться. И все. Но наша леность, наши заботы, постоянные хлопоты, суета нам не дают. И если не получается выполнить правила за раз, то выполняйте частями. Главное, молитесь. Молитесь постоянно. Постоянно молитесь и просите помощи Божьей. Матерь, это... Помощи у Матери Божьей, чтоб она помогла. Не принимайте этих новых документов. Старайтесь вообще никаких документов не принимать. Где есть эти номерки? И Господь обязательно не оставит. Но как может Господь, любящий, оставит своих чад, которые всем сердцем хотят Ему послужить? Которые очень сильно Его любят. Как может Он их оставить? Не оставит. Но сейчас такое время, что Господь каждого из нас испытывает. Насколько мы верны Ему. Поэтому, если нет возможности ходить к непоминающему священникам, то молитесь дома. И ждите Царя. А Царь придет, а там уже не будет этих разногласий между священниками. Он все вместе соединит. И ведь самое главное, чтобы священники испредовали Святую Троицу и были против Ереси. А если есть какие-то некоторые грехи, которые касаются именно священника, то все мы люди, все мы человеки, все мы немощные. И каждого из нас у нас есть свои грехи. Главное, чтобы мы не впадали в Ереси и испредовали Святую Троицу. Спаси всех, Христос. Спаси всех, Христос. Спаси всех, Христос. Спаси всех, Христос. Продолжение следует...